Встреча с Викторией Лопатайте 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 при подготовке города к зиме. Эксперты уже начали проверку. Напомню, в этом году Красноярск впервые в истории не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом стало известно практически в разгаре зимы, в декабре. При этом выяснилось, что те организации, у которых документы есть, получили их от мэрии в нарушении всех рекомендаций и правил. Так оказалось, что мэрия выдавала паспорта компаниям «КрасТЭК», «КрасКОМ», «Красноярской теплотранспортной компании», а также «Санаторию Енисей». При том, что у данных организаций были неисполнены предписания Ростехнадзора. Ведомсти полагали, что подобные действия Департамента городского хозяйства создают реальную угрозу при прохождении отопительного сезона. Поводом для проверки им Краевой прокуратуры стал запрос депутата Законодательного собрания края. Добавлю комментарии от Департамента городского хозяйства. Новости ТВК надеются получить завтра. Новый терминал в аэропорту Емельянова заработает в конце следующего года. Первый вылет из Красноярской воздушной гавани запланирован на 1 декабря. Сейчас обновленная часть строительных работ, основная часть строительных работ уже выполнена. Фасад, здание и крыша готовы полностью. И сегодня журналистам показали, как выглядит новый терминал изнутри. На экскурсии побывала Виктория Столярова. Сварка метры кабеля и строительная пыль. Вот так изнутри выглядит здание нового терминала Красноярского аэропорта. Но уже через год строители уступят место первым пассажирам. Эти 60 тысяч квадратных метров превратятся в современный аэровокзал. 28 стоек регистрации, пятиуровневая система досмотра багажа, 6 телетрапов. Это будет практически Олимпийский аэропорт. Аналог Сочинскому, говорит директор Емельянова Андрей Мецлер. Багажная система с системой досмотра и обработки багажа пятиуровневая. Это самые современные телескопические трапы ТИССН. Это багажная система, которая на сегодняшний день... Подобные багажные системы с автоматической сортировкой багажа установлены только в Московском аэроузле, Шереметьево, Домодедово и Внуково. И такая из всех регионов будет только у нас. Сейчас здесь уже выполнена половина работы. Фасады кровля полностью готовы. Здание подключено к коммуникации. К внутренней отделке планируют приступить уже в январе. Тогда же начнется монтаж лифтов. Их будет более 20. В течение следующего года планируют благоустроить подъездные пути и новый взлетно-посадочную полосу. Уже делаем по разборке перона. Мы должны в 2017 году построить новый здесь весь перон. Поднять его, чтобы можно было правильно телетрапы устанавливать. В 2017 году строим новую дорогу здесь. Чтобы был подъезд к аэропорту. Поэтому расширяем, делаем закольцовку, делаем парковки. Новый терминал будет четырехэтажным. На первом разместят зону регистрации и зал прилета. Общий зал ожидания вместе с фудкортами и магазинами будет на втором этаже. Стерильная зона и зал вылета на третьем. А на четвертом бизнес-залы. По словам директора Емельянова, стройка идет по графику. Сроки не сдвинутся. Сдать в эксплуатацию новый терминал планируют 1 декабря 2017 года. Общий пассажиропоток будет достигать до 3,5 миллионов человек в год. Для сравнения, сейчас это количество в два раза меньше. Кстати, закрывать здание старого аэровокзала сразу не планируют. Рейсы в новый терминал будут переводить постепенно. Виктория Столярова, Александр Тропин. Новости ТВК. Тарифы останутся прежними, а экология якобы станет лучше. Минэнерго страны после споров, скандалов и доработок наконец утвердили схему теплоснабжения Красноярска. Проект рассчитан до 2033 года. Схема – это план развития Красноярской теплоэнергетики. Она подразумевает переход к наиболее современным источникам тепла. Напомню, не один год схема становилась причиной конфликтов между компанией СГК и так называемыми «малыми котельными». Теперь разработчики утверждают, что смогли учесть все интересы. Кроме того, ожидается, что за счет того, что в городе останется лишь 3 ТЭЦ и 6 котельных, себестоимость тепла якобы станет ниже, а экологическая обстановка в городе улучшится. Утвержденный документ вступит в силу с 2017 года. Эксперты уверены, такие нововведения смогут облегчить жизнь красноярцев. Тем не менее, Красноярск вновь в списке самых грязных городов страны. Об этом говорится в докладе Министерства природы России. По данным ведомства, шестая часть жителей страны дышит недопустимо грязным воздухом. При этом самые грязные города находятся на Урале и в Сибири. В нашем регионе в этом антирейтинге, кроме Красноярска, числится еще Ачинск, Лесосибирск и Минусинск. Напомню, что последний раз в экологическом списке аутсайдеров Красноярск попал в августе. Тогда города с наихудшей экологической ситуацией озвучил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. При этом он подчеркнул, что местные власти готовы заниматься решением проблемы. Но пока ничего не изменилось. От партии хлеба, который производит школьный комбинат питания номер 13, отказалась сеть магазинов «Чистые луга». После проверки новостей ТВК оказалось, что производство имеет большое количество нарушений. Напомню, комбинат обеспечивал своей продукцией не только сеть магазинов «Чистые луга», но и 18 школ Ленинского района. Сейчас решается вопрос о привлечении руководителя к дисциплинарной ответственности. Но это произойдет после того, как Роспотребнадзор проверит кухню повторно. Это мойка. На сегодня уже часть продукции мы у них не приняли. А с завтрашнего дня у нас выходят новые поставщики. Или будут приводить в порядок, или будем расторгать договор. А вы довольны качеством школьного питания вашего ребенка? Может, стоит ужесточить контроль за такими предприятиями, и кто вообще должен за это отвечать? Эту тему предлагаем обсудить вместе. Звоните нам по телефону 265-45-00, оставляйте комментарии ВКонтакте, пишите на смс-сервис 9020 или в вайбер и ватсап номер 8-923-165-45-00. А в ночных новостях сегодня расскажем, почему муниципальные комбинаты с сомнительным качеством работы продолжают забирать у частных предпринимателей «Все новые школы». Присоединяйтесь к обсуждению этой темы в 23.00. Ну а сразу после рекламы письмо маленького красноярца Деду Морозу покорило всю Россию, что попросил мальчик. И очередную продуктовую корзину к новогоднему столу разыграем в нашем проекте «Угадай елку». Следите за эфиром. «Хочу уехать домой, а из подарков ничего не хочу». Такое трогательное письмо Деду Морозу написал тоскующий под тяжело больной маме мальчик. Этим он растрогал сотни людей. 11-летний Артур из поселка Потесово рассказал о том, что ему не нужны подарки. Больше всего он хочет вернуться к маме, которая больна раком. Артур уже полгода живет в Лесосибирском реабилитационном центре, пока мама проходит лечение. На письмо откликнулись жители со всей России и нескольких европейских стран и записали ему видеообращение, в котором пожелали ребенку счастья и исполнения желаний. Ты очень старался в 2016 году, и поэтому мы о тебе узнали. А еще он просил тебе передать, что у тебя гораздо, намного больше друзей, чем ты можешь себе представить. Артур, привет, поздравляем тебя с Новым годом из великого города Суздаль. Привет, Артур, и привет, Красноярский край. Жду тебе большой привет из сердца Амстердама. Привет, Артур, я Таня из города Минска, и я хочу поздравить тебя с Новым годом. В Красноярске набирает популярность волонтерское движение для школьников и студентов, которые определяются с будущей профессией, нарабатывают навыки или просто хотят помочь пациентам больниц. О том, как современные подростки выбирают профессию и понимают слово «милосердие» расскажем в сюжете далее. Здравствуйте. Могу поправить ваши вопросы? Это Артем Орлов. Он пока только школьник, но его уже хорошо знают сотрудники больницы. Он рассказывает, решил стать врачом еще в восьмом классе, но не знал, сможет ли работать в таких условиях. Потому и пришел в больницу пройти так называемую профпробу, чтобы окончательно определиться. И определился. Говорит, станет хирургом. Некоторым кажется, что это легко. Это легко. Ты приходишь, там почти ничего не делаешь, но нет, это безумно сложно. Это и эмоционально, и психически, и ты устаешь просто неимоверно. Когда ты приходишь к пациенту, поправляешь ему, помогаешь ему сушить раны, и ты еще видишь в его глазах улыбку, счастье, и ты можешь с ним поговорить о чем-нибудь, это доставляет удовольствие. И да, я для себя решил, что нет образования для меня, в будущем это будет 100%. Такой подход к выбору будущей профессии – одно из направлений волонтерства. Куратор проекта «Школа медицинского добровольчества» Алена Миронова рассказывает, это не просто движение, а большая ответственность. Поэтому сама система волонтеров должна быть четко организована. Нам не нужна профориентация, нам нужен проект по профпробам для школьников. Для того, чтобы он еще, будучи обучающимся школьником, мог себя попробовать в учреждении, в больнице. Посмотреть на то, в какой команде он потом окажется, что из себя представляет наша отрасль, кто наши больные, как быть с ними рядом. Подобную профпробу могут пройти не только будущие медицинские работники, но и те, кто по долгу службы работает с людьми, или просто хочет и готов помогать. Эти студенты – частые гости в ожоговом отделении. Для них волонтерство – это еженедельная большая работа. Все они из разных учебных учреждений, но объединяет их одна цель – облегчить боль и одиночество тех, кто находится здесь по несколько недель, а то и месяцев. Накануне они поздравили с Новым годом пациентов и персонал больницы. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Мы общаемся с людьми, мы дарим им улыбку. Нам это нравится, им тоже нравится. Мы учимся работать с людьми, так как мы учимся по профессии, проводники на железнодорожном транспорте, и нам это очень помогает. Это волонтерское движение называется «Урок милосердия» и создан на Красноярской епархии в 2014 году. Отец Максим рассказывает, организация помогает подросткам понять смысл слова «милосердие». Проект называется «Урок милосердия». Смысл его в том, чтобы наше подрастающее поколение, волонтеры, приходили в больницу, помогали, желали скорее здоровья пациентам, детям, которые в ожоговом попадают сюда после пожаров, и тем самым открывали для себя такое понятие, как «милосердие». Таким помощникам рады и врачи. Волонтеры действительно помогают людям, оказавшимся в сложном положении. С медицинскими навыками или без, они не только делают жизнь пациентов легче, даже просто общаясь с ними, но и помогают себе определиться со своим будущим. Алена Крашеникова, Виталий Суботин, Новости ТВК. Виновные будут наказаны. Ситуацию с потерявшимся в морге телом взял на личный контроль губернатор края Виктор Толоконский. Напомню, около двух недель назад стало известно, что из Моргана, партизана Железняка, пропало тело 80-летней бабушки. Ночка умершей пришла за ним, чтобы захоронить, однако сначала сотрудники сказали, что произошли технические сбои, затем уверили, что оно затерялось в холодильниках среди незахороненных тел безродных, а потом и вовсе заявили о краже. Ночка умершая написала заявление в полицию, однако стражи порядка отказались возбуждать уголовное или административное дело. И вот как Виктор Толоконский прокомментировал данный инцидент. Работа этой службы, конечно, требует очень серьезного усиления внимания, поскольку как-то, ну, наверное, к этим сферам, может быть, не так было оно пристально, не так серьезно. Где-то уже преобладали интересы бизнесов, которые занимаются услугами в ритуальной сфере, а, в принципе, здесь должно быть очень точное государственное регулирование, контроль, поэтому обязательно сегодня разберусь и потребую, если там есть виновные должностные лица, они будут наказаны. Кроме набережной в Красноярске есть много подходящих мест для строительства торговых центров. Такое мнение на пресс-конференции сегодня высказал глава региона Виктор Толоконский. Он также выразил опасения, что стройка может испортить внешний облик набережной. Напомню, речь идет о возведении очередного ТРЦ на улице Дубровинского рядом с речным вокзалом. В середине декабря по этому поводу в мэрии прошли публичные слушания. Тогда красноярцы поддержали идею строительства торгового центра, но затем в мэрии предложили еще раз провести открытые обсуждения проекта, чтобы высказаться смогли как можно больше горожан. Губернатор подчеркнул, что городские власти должны принять по вопросу строительства нового объекта ответственное решение. По закону сегодня положены и публичные слушания, чтобы учесть все мнения, и специальные экспертизы. Ну и все-таки я себя не исключаю из этого процесса, хотя это прерогатива города, но у нас такие отношения, что все-таки по принципиальным решениям город со мной обсуждает, советуется. Я не исключаю себя из круга тех, кто будет принимать решения. Я напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, а вы довольны качеством школьного питания вашего ребенка? Может, стоит ужесточить контроль за предприятиями, которые им поставляют детское питание? И кто вообще должен за это отвечать? Напомню, Юлия Мавшович в своей проверке нашла множество нарушений на одном из таких комбинатов. Звоните нам по телефону 265-45-00, оставляйте комментарии ВКонтакте, пишите на смс-сервис 9020 или ватсап и вайбер номер 8-923-165-45-00. А прямо сейчас наш новогодний проект «Угадай елку». Тому, кто первый поймет, где находится наш корреспондент и добежит до места, мы подарим 5-килограммовую корзину с продуктами для новогоднего стола. Автор проекта Алена Крашенинникова уже находится на одной из елок нашего города. Алена, куда сегодня бежать нашим зрителям? Вика, ну сегодня нашим телезрителям будет очень просто угадать, где мы находимся. У нас есть целых 4 подсказки для них. Первая, наша елка сегодня находится снова на левом берегу. Вторая, наша елка находится в одном из парков нашего города. Третья, возле этого парка есть спортзал. А четвертая, возле этого парка есть дорога, которую совсем недавно ремонтировали. Если вы уже узнали это место, узнали елку позади меня, скорее бегите к нам. Кто первый доберется, получит сегодня нашу третью уже по счету корзину. И я напоминаю, я напоминаю, в нашей корзине сегодня есть шампанское, оливки, сыр, икра, сервелат, фрукты, это ананасы, мандарины, коробка конфет, а также наши фирменные имбирные печенья от телеканала ТВК. Ну а пока вы угадываете, где мы находимся, я напомню, условия нашего розыгрыша, они очень просты. Нужно осмотреть внимательно эфиры, угадывать, где мы находимся, и сразу до нас добегать. Кто первый добирается, тот и получает наш большой вкусный подарок. Ну а я напоминаю, что это уже третья корзина, у нас их осталось еще две, и обе мы разыграем завтра, в пятницу. Поэтому будьте внимательны, следите за эфирами. Ну а мы уже ждем нашего победителя. Давайте быстрее добегайте, Вика. Алена, действительно, если узнали место, бегите скорее за корзиной. А наблюдать за тем, что сейчас происходит рядом с нашей съемочной группой, можно в левом нижнем углу экрана. Ну а пока прервемся на рекламу, и сразу после расскажем об открытии городской елки. Она впервые оказалась на Татышево. И через 4 минуты начнем вместе с вами обсуждать, чем же кормят наших детей в школах. Это новости ТВК. Мы продолжаем, и прямо сейчас мы готовы назвать победителя нашего розыгрыша в проекте «Угадай елку». Алена, кто первый успел прийти за корзиной. Вика, ну у нас все появляются очень молниеносно, буквально проходит несколько минут. И вот у нас уже есть победитель. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Расскажите, как угадали, где мы находимся? Я смотрел, ну, вчера передачу «Серебряном сквере» было. Я живу вот в доме 95-м на втором этаже. Ну и смотрю это, и сюжет. И думаю, выгляну в окно. И сразу понял, что здесь это, ну, будет. Ну и это, вы меня спросили вопросы, я ответил. Быстро бежать пришлось? Да вот, буквально 50 метров. Быстро пришлось? Я в первом подъезде даже. Хорошо. Расскажите, что с корзиной делать будете? Ну, родственникам подаю, детям, внукам. У меня внуков двое. Ну, мы вас поздравляем, но, конечно, просто так мы вас не отпустим. У нас есть фирменное наше печенье от телекомпании ТВК. Ну, давайте, вопросы, я знаю. Мы сейчас показываем телезрителям, а вас спросим об одной из цитат, которая написана на наших печенюшках. Ну, я думаю, что мы сегодня сделаем все попроще. У нас будет цитата. «Денег нет, но вы держитесь». Кто это сказал? «Денег нет, но вы держитесь». Не знаю, может, Медведев, председатель правительства. Верно. Это был Дмитрий Анатольевич Медведев. Я вас поздравляю. Мы вам дарим наши печенюшки фирменные. И, конечно, корзина достается вам. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Всех с наступающим Новым Годом. Кто меня знает, всех целую, обнимаю. Всех с Новым Годом, с наступающим Новым Годом. Пожалуйста, забирайте вашу корзину. Всего вам доброго. Смотрим все время ТВК. А я напоминаю, что у нас осталось две корзины. И сюрприз для наших телезрителей в том, что обе мы разыграем завтра. Поэтому будьте внимательны, смотрите эфиры и забирайте свои подарки как можно скорее. Ну, а на этом у нас все. Вика. Ален, спасибо большое. Ну, что ж, мы продолжаем. И партию огуречного лосьона со спиртом арестовали в Красноярске. Об этом сообщили в службе Роспотребнадзора. Именно в этом ведомстве проводили проверку. Напомню, 26 декабря в России на месяц ввели запрет на продажу непищевой продукции с содержанием спирта более 25%. Исключение только парфюмерия и стеклоомывающие жидкости. В целях предотвращения продажи такой продукции в Роспотребнадзоре начали расследование. В итоге выявили нарушения в нескольких торговых точках и жидкости конфисковали. Кроме того, за такое нарушение продавцам грозит штраф до 40 тысяч рублей. Напомню, такие меры были приняты после массового отравления настойкой боярышника в Иркутске. Там скончались 77 человек. Ну, а далее информация для всех жителей, чьи дома обслуживает управляющая компания «Жилфонд». Особенно важно это будет тем, кто хочет решить все коммунальные вопросы до наступления нового года. В компании приняли решение работать и 31 декабря и готовы принять всех жильцов с их вопросами. Работать будут отделы регистрационного учета и расчетов с населением в районных подразделениях. Жители смогут обращаться за необходимыми справками, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и получить помощь в решении своих вопросов, как в обычные рабочие дни. Работать планируют с 8 утра до 3 часов дня. На главную новогоднюю елку Красноярска пришли 10 тысяч человек. В этом году символ праздника впервые установили на острове Татышев. На открытии побывала и наш корреспондент Татьяна Старецова и уже готова поделиться впечатлениями. Пусть обиды и потери вольный ветер унесет, и весельем всех закружит новогодний хоровод. Праздничная и даже волшебная атмосфера царила на открытии елки. Всех гостей с Новым годом поздравил Дед Мороз, а со сцены сказочные персонажи дарили красноярцам музыкальные подарки. На протяжении 80 лет в городе существует традиция ставить центральную городскую елку. В этом году новогодняя красавица переехала с театральной площади на остров Татышев. Здесь же появился и ледовый городок. Горожанам новое место и праздничный антураж пришлись по душе. Конечно, нравится. Очень много красивых фигур. Творчество развернуто, конечно. Но освещение чудесное. Воздух свежайший. Все нравится. Очень нравится. Хорошо, красиво. Намного лучше, чем там. Просторно. Рудей много. И оформлено все. Все хорошо. Кроме центральной елки, новогодние красавицы установлены в каждом районе города. Всего Красноярск украшают 500 елок. Дорогие друзья, пусть эти установленные в канун 2017 года елки будут символом наших надежд и веры в лучшее. Пусть они будут символами нашего успеха, который, я уверен, придет к нам в 2017 году. Желаю вам много славных, добрых дел в году наступающем. Счастья, любви вам, радости больше. И, конечно, чтобы елочка как можно быстрее зажглась. И за что же наша новогодняя красавица? Мы любим этот праздник, с радостью богатства. Татьяна Стрельцова, Александр Тропин, Новости ТВК. О новогодних елках и не только поговорим сегодня в программе «После новостей». В гостях у нас будут министр культуры Елена Мироненко и руководитель главного управления культуры города Наталья Малащук. Они расскажут о том, чем можно заняться на новогодние праздники, как и где весело и без лишних затрат провести время. Не пропустите программу «После новостей» сегодня в 20.45. Я напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, а вы довольны качеством школьного питания вашего ребенка? Может, стоит ужесточить контроль за предприятиями, которые поставляют питание детям? И кто вообще должен за это отвечать? Напомню, Юлия Мавшович в своей проверке нашла множество нарушений на одном из таких комбинатов. Звоните нам по телефону 265-45-00, оставляйте комментарии ВКонтакте, пишите на смс-сервис 90-20 или в вайбер и ватсап номер 8-923-165-45-00. Это новости ТВК. Мы продолжаем. И прямо сейчас вместе с вами будем обсуждать, чем же кормят наших детей в школах. Юлия Мавшович провела проверку в одном из комбинатов, где приготовляют это питание, и выявила множество нарушений. Сегодня мы спрашиваем у вас, довольны ли вы качеством школьного питания, и, может быть, стоит ужесточить контроль за такими предприятиями. Кто вообще за это отвечает? У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, вы меня слушаете? Да, здравствуйте. Говорите. Что вы думаете по поводу школьного питания? Конечно, это ужас. Как можно готовить для детей в таких условиях? Если они не пускают корреспондентов и закрывают двери на замки, значит, есть что им там скрывать. Никто их никогда, наверное, не проверял. Лучше бы оставили в столовой, при школах, там хоть есть контроль. Неужели их никто не проверяет? Я не понимаю. Ведь еще раньше было на левом берегу такой же комбинат показывали, и такая же у них грязь и все. Хорошо, спасибо большое. Слышали вас, но, очевидно, нужно показать это все по телевизору, чтобы какая-то реакция последовала. Мы работаем в прямом эфире. Можете звонить к нам по телефону 265-45-00, высказывать свое мнение. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. А, вот, Валентина Александровна. Вот, я вот работала в комбинат питания. И там, хотя самое, столько лет. Ну, много. Работала Ирина Терентьевна раньше. Еще у нас комбинат питания был когда? На Мичурина. Очень строго была ко всему. Было и всегда хорошо. Никогда жалоб, никогда ничего не было. Потом, после, она ушла на пенсию, потом... Галина Николаевна была, Пелесева. То есть, я правильно понимаю, вы говорите о том, что... Было хорошо, было все. Когда перед пенсией я пошла, перед пенсией, уходила на пенсию, было все нормально, все хорошо было. И вот пришла один раз, я поработать на пенсии. В 47-й школе месяц я работала. Галина Николаевна, это самая, там, заведующая. Простите, пожалуйста, простите. Спасибо большое за ваш звонок. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу качества школьного питания? Здравствуйте. Меня зовут Ярослав. Здравствуйте. Говорите. А что конкретно не устраивает? Именно там, супы, второе. Там, да что, питье дают, меня это устраивает. А то, что... А то, что там суп у них второе, там очень отвратительно кормят. Я не могу это есть. Я приходу домой, очень голодный. Ну, а скажите, пожалуйста, ваши родители пытались как-то разговаривать с сотрудниками этой столовой, чтобы донести, что вы не можете этим питаться? Да. И какая реакция? Никакая. То есть им все равно, нравится вам или нет? Они же для вас готовят. Да. Но почему-то они готовят очень невкусно. Они приходят в 6 часов, и я не знаю, почему они так готовят очень невкусно. Спасибо большое. Ну что ж, мы надеемся, что и этот звонок не останется без внимания. У нас есть еще один телезритель. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ага. Меня зовут Виталий. Я вот хотел бы тоже сказать. Не-не, ну, в солнечном ходе, в 144-ю школу, ребенок ходит в первый класс. Ну, дают вот сосиски, киски, пиццы. Причем она приносила как-то раз, там, вот, сыр этот самый дешевый, там, да, не знаю, ну, по вкусу, по запаху, прям, есть его невозможно. Взрослым-то, а тут детям первоклассников. Ну, как бы, вот, все равно качество, конечно, отвратительно, на самом деле. Никто это не контролирует. А вы пытались донести, что вашим детям не нравится то, чем он кормит? Во-первых, в принципе, такой рацион непонятен для первоклассника. Вот как раз мы этим вот только начали это дело обдумывать, и вот как тема такая у вас пошла. Да, будем, наверное, что-то думать, потому что невозможно ребенка вот так вот, не знаю, чем там, что разобьется, то есть, коментариям дальше не ест. Скажите, а какой бы вы, по вашему мнению, рацион предложили для ребенка, что для вас приемлемо? Я так понимаю, вас не устраивают конкретно именно продукты, которые там продают? Да, да, продукты вот именно вот. Ну, я думаю, обязательно нужны кашки, ну, пшенки, овсянки, я думаю, плюс какие-то омлеты. Как раньше, в принципе, вот мы выросли. Ну, не колбаса же это, которая, если невозможно, просто допить. То есть, я как-то так думаю, супы, борщи, что-то вообще, наверное, более-менее качественные продукты должны быть. Хорошо, спасибо большое. И прямо сейчас мы готовы рассказать, что пишут телезрители по этой теме. Маша, какая реакция? Мнения разошлись, но в основном все относятся негативно к питанию в школьных столовых. Их это не удовлетворяет. Вот, например, в школе, где я училась, хлеб и булочки пекли сами. Я просто в шоке от результатов вашей проверки. Как теперь спокойно сдавать деньги на школьное питание, непонятно. Также тут вот еще одна у нас история. Я своему ребенку не разрешаю питаться после двух случаев. В первом из них я сама купила котлеты, в которых позже обнаружила кусок сырого колбасного сыра. Что делает колбасный сыр в котлете, непонятно. Во второй котлете я нашла непрокрученное мясо. Следующий случай оказался еще более шокирующим. Когда я взяла с прилавка булочки, продавщица меня остановила со словами «Не берите, они старые, возьмите лучше другие». Кому достанутся эти старые булки, непонятно. Также у нас есть и положительные мнения. Вот тут, например, пишут «Нам со столовой повезло, моего ребенка кормят порой вкуснее, чем в известных кафе города. Иногда я и сама приобретаю сладкое, когда прихожу за сыном в школу». Есть еще одно мнение «Ужас полный. У меня два ребенка, и они ходят в разные школы. Я всегда была недовольна обедами детей, однако после вашего сюжета вообще запретила питаться им в столовых. Лучше буду сама готовить обеды для детей. Я думаю, учителя этих школ носят еду тоже с собой». На этом все, Вика. Спасибо большое, Маша. Я напомню, что мы обсуждаем сегодня школьное питание, и если у вас есть что по этому поводу сказать, звоните нам по телефону 265-45-00, или пишите нам также в социальных сетях, в группе ВКонтакте. И у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Что вы думаете по этому поводу? Здравствуйте. Меня звать Нина Ивановна. Я в школе отработала 42 года. Правда, не в Красноярске, а в городе Находка. Из них 20 лет шеф-поваром. Но я вот это вот посмотрела, вот этот кошмар, этот ужас, это я вообще не представляю. Где у них технологи? Посмотрите, на каждом столбу афиши санитарные книжки. Это что-то, это, где наше руководство, на что оно смотрит? Да я пошел, купил санитарную книжку, иди работать спокойно. А что там у него? Неизвестно. Какое заболевание? И туберкулез, и спид, и все, что хочешь. Спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я сама работала в школьной столовой. Я работала буфетчицей, это от комбината, который обслуживает полностью Октябрьский район нашего города, только школы. И я хочу сказать, вопреки всем предыдущим мнениям, что раньше это все готовилось в школах, это было вкусно, что да, это и сейчас многие продукты готовятся в школе, но просто никто не видит, из чего они готовятся. Например, те же тухлые котлеты, которые уже готовы тухлые, они могут перерабатываться по второму кругу. Если сосиска в тесте упала на пол и они наступили, ее все равно продают детям, потому что это деньги. И за счет этого продавцы, извините, повара выносят каждые выходные сумками продукта. То есть никто не следит ни за санитарными книжками, никто не следит ни за маникюром, ни за головными уборами, ни за всей атрибутикой, которая должна по идее быть у продавцов, у поваров, простите сейчас. Простите, пожалуйста, но вы работали в этой системе, неужели личной ответственности не хватает для того, чтобы понимать, что вы детям готовите еду? У меня самой был конфликт с заведующей, когда я в течение перемены, так как у меня был буфет, то есть это то место, куда дети бегут, вместо того, чтобы покупать суп, покупать шоколадки, пиццы и сосиски в тесте. Ну и все вот это пироженки. И когда у меня осталось вот так же упавшие на пол две пиццы, вплоть до увольнения дошло, потому что заведующая мне прямым текстом заявила, говорит, это твои деньги, это твой хлеб, ты обязана их отпряхнуть и продать на следующий перемене. Да, да уж, спасибо большое. У нас есть еще один телефонный звонок, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Наталья, у меня оттенк ходит в школу номер 16, школа находится в районе Краснодар. Эту же школу посещала раньше я, то есть прошло 15 лет, ничего не изменилось. Дети кушают только полуфабрикаты, колбаса, соседки, котлеты, пельмешки. Все, у меня ребенок отказывается кушать, и не только мой ребенок. И как решаете эту проблему? Ну, пока никак, будем с родителями, видимо, тоже поднимать этот вопрос. трудом верить, что что-то изменится, потому что прошло 15 лет, ничего абсолютно не изменилось. То есть вы считаете, что у вас не хватит сил навести порядок? Ну, есть такие моменты, думаю, да. Понятно. Спасибо вам большое. Я напомню, что мы обсуждали сегодня тему школьного питания, и, конечно, шокирующие истории рассказывают наши телезрители, кто сумел столкнуться с тем, что едят наши дети в школах. Ну, что ж, на этом пока все. Далее небольшой блок полезной информации, и мы вернемся. Музыка